ребята всем привет сейчас хотел бы вам показать все но не все части mortal kombat а те которые у меня есть это на psp это на psv это на nintendo switch и на версия для android давайте начнем с psp playstation portable пиха так называемая легендарная консоль 3008 8 версия 3008 так чё там x на ехали вообще удивительно получается потому что версия для psp это девятая часть для psv это десятая часть для nintendo switch это 11 часть и плюс я еще покажу на эмуляторе не на муляторе ну вернее на ретро arch версию для супер для этой какого sega мега драйв 16 битный и также версия для android кстати напишите в комментариях версия для android там какая вообще будут подразумевается части потому что на чем-то напоминает 11 но как бы вроде это и не 11 непонятно короче короче версия для android я буду называть так ролик пропустим кстати версия для psp очень блин крутая для своего времени и даже сейчас она смотрится очень круто мне даже сложно сказать какая для меня часть mortal kombat мк будет более менее интересно так что там не пикал у меня столько устройств не представляете себе как это сложно то есть их подзаряжать все время надо не все сажаются особенно быстро сажается за этих всех устройств это нинтендо свитч принципе я не удивлен так x нет подождите нолик так чай ладно поехали так каркада да блин для псп-шки крутая версия кстати шалкан есть давайте его возьмем столько героев обратите внимание сколько героев для версии для псп это девятая часть mortal kombat горы есть китана есть барака есть субзеро сабзеро как правильно субзеро смог люкэнг даже те герои из которых я даже не знаю нот а я думал ты этот а вот рейден есть так давайте шалкана кстати загрузка достаточно быстро можно сказать принципе неплохо нравится очень прикольно так давайте теперь возьмем версию то есть была девятая часть сейчас возьмем версию для ps vita десятая часть десятая часть мк уже на лет дисплее на псп-шки по моему тфт дисплей на видите уже о лет не супер амолед как на самсунгах а лет но одна из родновидностей супер амоледов снимать них разные бывают дисплеи ты че там надо протереть отпечатки пальцев остаются конечно так ну чем нас удивит десятая часть mortal kombat анриал технологи game спай файт ландер так на ps видите десятая часть героев тоже достаточно много есть фредди крюгер есть из готов из бога войны барака есть кратос есть ночной волк кун лау вот эти герои мне достаточно тоже знакомые в принципе некоторые принцесса китана наверно тут есть да кто это было а нет это джейд какая-то было это я не знаю так ну чё возьмем давайте возьмем фредди крюгера фредди крюгер крюгер на медиум на среднем ну кстати шокан здесь тоже есть десятая часть против барака когти и ножи против когтей или ножи и против каких-то мечей у барака на у него такое кстати на ps видите идет от кадров на psp я не знаю там по моему было около 30 а может быть ну 60 по-моему там не было ps видите уже идет в 60 фпс это очень круто играется иди сюда ну и по графике тоже 10 часть в принципе получше так переходим к версии для nintendo switch это уже получается 11 часть сача саму для загрузки необходимо 26 гигабайт вместо памяти в консультуре на картине крылья так чё там такой архив свежий правде свободное место играть чего я же ее закачивал уже то есть в принципе что-то у меня там какие-то обновления были для ну вот вам и nintendo switch поиграли в 11 часть ставил картридж при том то что у меня есть картридж то есть это не цифровая версия то есть вот и сейчас идет загрузка и видите время показывает что он будет загружаться два часа два часа где-то и для вид тоже есть mortal kombat версия для вид и для ps вид для psp нету к сожалению у меня физического накопителя на это клей mortal kombat блин ну чё за фигня такая 2 часа что сейчас быстрее пойдет ладно давайте тогда перейдем к ретро arch это мы запустим версию для sega мега драйв 16 битный mortal kombat на протереть экранчик то ляпается очень быстро так эта версия именно для сей сега мега драйв 16 битный консоли очень крутая а но это обычно это это третья часть то кто мы с одиннадцатой части на третью часть перешли чем-то по менюски напоминает на а версию для первой сумки так но здесь героев поменьше хотя тоже много давайте скорпиона мастер а а я с айрекса взял а против меня скорпион как раз все а ты чё там кстати 60 fps очень очень быстро идёт а 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 к так давайте тоже протерем а а Тут дается на выбор 3 героя и против тоже 3 героя бой. Тут, кстати, чувствуется разрешение очень четкое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 excellent безупречно да по моему переводится отлично не но в принципе версия для для android тоже в принципе достаточно прикольная тут очень четко разрешение full gd plus уже выше разрешение чем на предыдущих портативных консолях и тоже 60 fps идет но единственное неудобно управлением по этому сенсору то есть как-то непонятно комбинации это выполнять тоже неудобно что у нас nintendo switch nintendo switch у нас тем временем качает эту игру вернее даже обновляет ее видимо загрузка будет присоединяется активными программы так если запустить программу скорее всего какое-то обновление героев потому что я так надо здесь звук на андроиде выключить все не качал обновление для mk 11 поэтому сейчас запустим без обновления то есть каких-то героев здесь не будет просто ничего страшного тоже версия для свеча так чё там у нас по звуку прибавим сейчас посмотрим ну и в целом потом я скажу вывод где мне больше всего понравилось играть на именно mortal кома то есть даже не отчасти зависит а просто удобство какое-то может быть там и я выскажусь какое место короче займет у меня psv то по псп-шка nintendo switch и android а ну и плюс можно сказать еще sega мега драйв получается через ретро арч ну чё он так долго запускается кстати на свече mk дольше всех запускается просто нереально что плюс какие-то обновления на качать это конечно очень стрёмно mortal kombat 11 нажмите кнопку хэй да так файт не файта просто обычный эти ничего не запустить а торнамент на наверно было выбрать или без разницы а нет нужно так до героев очень мало так давайте барак возьмем компоненту а или это 22 так как садуете или нет в общем минусы у nintendo switch сразу скажу то что это дебильные вот эти обновления которые надо ждать по несколько часов и это вообще бесит то есть я купил например картридж я просто хочу вставить и играть а мне надо ждать эти обновления дурацкий запускает а мне надо ждать Играет музыка. Так, ладно, давайте сделаем вывод. В принципе, для Nintendo Switch достаточно неплохая графика. И даже мне больше понравилось, чем на Android. Несмотря на то, что на Android выше разрешение. Ну, я веду меня на смартфоне, на телефоне. Но сама версия мне больше понравилась. Если рассматривать, то на какое место... Скорее всего, я поставлю на первое место эта версия для Sega Mega Drive. Это третья часть. Или, ну, Ultimate лучше, конечно, взять, Ultimate. Но у меня просто его нет. То есть первое место это занимает Sega Mega Drive 16-бит. Второе место занимает PSP-шка со своим девятым Mortal Kombat. Что-то PSP-шка села, походу. А, нет. Пихо-то не села. Очень круто сделано, да. Ну, тут, наверное, скорее всего PSP-шка будет делить... Делить... Делить, говорю. Делить? Делить. Нет. Делить. Хотя нет, для PS Vita мне даже больше нравится. Ну, короче, второе, третье место. Пускай это PS Vita и PSP-шка второе место занимает. Вот. Третье место будет это Switch. Третье, потому что, несмотря на то, что мне даже больше игра понравилась по графике и по всему, ну, просто тут тупо эти дурацкие обновления просто выбешивают. Не знаю, нахрена они их делают. Я покупаю картридж на физическом селе не для того, чтобы какие-то обновления качать. Но сейчас все понятные игры качаются с обновлением. Ну, и версия для Android занимает последнее место, потому что мне не нравится играть на сенсорных дисплеев. Это, я считаю, неудобно просто. И зря Sony забросила PS Vita, потому что у PS Vita был просто огромный потенциал. Если бы они ее не забросили, много сейчас игр выходит. Сейчас вам, кстати, покажу. Сторонних разработчиков. Сейчас покажу вам. Такие игры, как, например, что-то там картридж мне показываешь. GTA Vice City, GTA Sound Race, Battlefield Bad Company 2, Warcraft, Billy, который был на Xbox 360. И Max Payne еще есть у меня, просто он здесь не закачан. И много всего. То есть у PS Vita были огромные просто возможности. Несмотря на то, что сейчас лидирует Nintendo Switch, она мощнее. Но, как бы сказать, не знаю. Мне PS Vita все равно больше нравится. И форм-фактор у нее намного удобнее. Кстати, сравните пиху, PSP-шку и PS Vita. PS Vita, понятно, она больше, но я считаю, самый идеальный размер это у PS Vita. Ее удобно в руках держать. То есть вот я могу так сделать, видите. То есть у меня руки не устают. А Nintendo Switch, это просто пипец. Это ладно, ну нет, хотя так-то тоже мне, конечно, не достают. Но не только как-то, она длинная такая. Длинная, узкая какая-то. А еще, это Lite версия есть еще, которая оригинальная опять. Ну, как она называется-то. Большая, которая Switch. Та еще здоровее. Ну, у той, по крайней мере, эти. J-Con отсоединяются, как бы, в принципе, можно удобно играть. Ладно, в общем, то, что я хотел показать. Я показал. Так. Давайте еще, знаете, что сделаем. Хотя пиха уже села. Сделаем превьюшку для заставки. Хотя ладно, я потом ее сфоткаю, короче. Ладно, ребят, всем на это все. Всем пока. Спасибо. Продолжение следует.